Добрый день! В эфире Ян Арт и тысяча и одна секунда об экономике. 1 апреля совсем близко, а вместе с ним новые повышения цен. Банк России еще в начале марта заявил, что ожидает пик инфляции в этом году именно во втором квартале, с апреля по июнь. Собственно говоря, глава Центробанка Эльвира Набиулина говорила об этом еще прошлой осенью. И к ожидаемому добавляются новые факторы – ситуация на рынке топлива. Что именно подорожает? Уже заявлено, что скоро заметно подорожает пиво. Крупные пивоваренные компании уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на 8-15%. Это повышение планируется аккурат с 1 апреля. В частности, повысится в цене продукция таких компаний, как «Балтика» и «Объединенные пивоварни». Как заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробес – причина роста цен – подорожание сырья, рост издержек на логистику, транспорт и оплату труда. Эксперт Леонид Хазанов в свою очередь отмечает, что пивовары вполне могут позволить себе повысить цены на 10-17% без угрозы снижения спроса. От себя добавим. Накануне лета оно, конечно. Кроме того, может продолжиться рост цен на куриные яйца. Зимой после нескольких правительственных совещаний и даже извинений президента России, который назвал радикальный рост цен на яйца сбоем в работе правительства, цены на яйца несколько угомонились. Но сама проблема остается нерешенной. Объемы производства куриных яиц в стране продолжают сокращаться. В январе-феврале этого года птицефабрики поставили 6 миллиардов в 110 миллионов куриных яиц на 110 миллионов штук или почти на 2% меньше, чем годом ранее. Судя по данным Росптицесоюза, обещание Министерства сельского хозяйства нарастить выпуск осталось нереализованным. Как отмечает коммерсант, участники рынка полагают, что днем Х на этом рынке, когда масштаб проблемы станет ясен, будет православная Пасха и дни накануне нее. А вот молочного кризиса, которого опасались нынешней весной, пока незаметно. Портал Фонтанка.ру сообщает, что в Петербурге может серьезно подорожать хлеб. В этом году с ржаной мукой нелады, затраты на логистику и транспорт растут, тарифы и все такое проще. А то, что московский холдинг Коломенский купил двух из трех крупнейших поставщиков хлеба на рынке Петербурга, де-факто стал монополистом и теперь может повышать цены, это просто совпадение. Знаете, как в старом анекдоте. Алло, полиция, помогите, меня похитили инопланетяне. Вы пьяны? Так совпало. Кроме того, предупреждают эксперты, с апреля в России может резко подорожать бытовая техника и электроника, в связи с тем, что планка беспошлиного ввоза товаров в страну снижается в пять раз. Кстати, если в прошлом году президенту России пришлось заниматься яйцами, то в этом году Владимир Путин на совещании правительства потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты, при этом сохраняя качество и безопасность полетов. И попросил доложить ему о работах по улучшению инфраструктуры аэродромов. Тем не менее, рост цен продолжился. По данным Росстата, за январь и февраль стоимость авиабилетов поднялась на 42%, и почти сравнима с ценами периода повышенного спроса, то есть с летними. Яндекс.Путешествия добавляют, что сильнее всего цены выросли на рейсы в Барнаул, Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ, а вот перелеты в Нижний Новгород, Кемерово, Владивосток и Сыктывкар почти не выросли в цене. Вся эта ситуация явно идет в разрез с правительственными установками на развитие внутреннего туризма. Радостных реляций на сей счет полно, но, похоже, авиаперевозчики могут внести свои отнюдь не пять копеек в эту тему. Уже давно прозвучало предположение, что с 1 апреля еще больше вырастут цены на автомобили из-за введения новых правил растамушки. Эксперты полагают, что по некоторым видам машин цена может вырасти на 20-25%. Но в России сообщают о наращивании собственного автопроизводства. Правда, широко распропагандированная тема нового москвича немного подугасла. Завод сообщил о серьезных убытках, несмотря на высокую цену машины. Но зато новостные заголовки пестрят альтернативными радостями. Например, летом Горьковский автозавод грозит возобновить производство автомобилей «Волга» на базе китайского партнера. Эксперты, правда, полагают, что очередная агрегатная сборка китайского авто не будет иметь успеха, как это произошло с москвичем. И «Волга», созданная на основе какой-нибудь Хуанхэ, россиянам не придется по душе. С другой стороны, все будет зависеть от цены. А цена, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, будет никак не менее 2,5 миллиона рублей. С такими ценами россияне все чаще вынуждены при покупке автомобиля прибегать к кредитам. Кредиты становятся все больше и все дороже. В итоге, по данным Национального бюро кредитных историй, средний срок автокредита уже достиг 5,5 лет. Есть еще одна менее громкая автомобильная новость. На заводе в Калуге началась серийная сборка кроссоверов Citroёn C5 Aircross. В начале мая эти машины поступят в продажу, правда, цена будет немаленькая 4 миллиона 300 тысяч рублей. Но есть основания предположить, что россияне предпочтут Citroёn за 4 миллиона, москвичу за 2 миллиона. Вы, конечно, из Москвы, но должно же быть хоть что-то человеческое. На нашем канале я рассказывал, что у инвесторов есть отличная возможность диверсифицировать вложения за счет инвестиций на крауд-платформе Jetled. Плюсы этого, инвестиции находятся в российской юрисдикции под надзором Центробанка, который ведет реестр инвестиционных платформ. Крауд-инвестиции не подвержены рискам, которые есть у биржевых инвестиций. Они хорошо диверсифицированы, поскольку распределяются небольшими суммами по займам, выдаваемым заемщикам платформы, предприятиям малого и среднего бизнеса. Средняя доходность на платформе сейчас 21% годовых высшей облигаций и депозитов. И есть преимущества перед депозитами. Сейчас они высоки, но через полгода, скорее всего, будут приносить уже не по 15-16, а по 11-12, а через год 8-9%. А в крауде высокую доходность можно зафиксировать на более длительный период. Вывести деньги с платформы Jetled можно, включив функцию сейф. Тогда вернувшиеся средства не реинвестируются, а копятся и в любой момент доступны к выводу. Если же вам нужно вывести вложенные деньги еще быстрее, можно продать все вложения взаймы на вторичном рынке платформы. Регистрация на платформе Jetled производится дистанционно. Я использую формат автоинвестирования, автоматическое распределение средств в соответствии с настройками уровня рисков и сроков инвестиций, которые мне подходят. Ну а для зрителей финверсии мы с коллегами из Jetled договорились о том, что им предоставляется особый бонус. Ссылка на него в описании под этим видео. Но куда опаснее роста цен на яйца, авиабилеты, пиво и автомобили, рост цен на топливо. В середине марта Министерство энергетики России заявило, что несмотря на участившиеся атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, опасности дефицита топлива нет. Однако, как сообщает коммерсант, из-за этих атак российские НПЗ сократили выпуск бензина и начали распродавать топливо из запасов в хранилищах. Росстат отмечает, что с 18 по 24 марта производство бензина в стране снизилось почти на 7,5%, а в сравнении с тем же периодом прошлого года более чем на 14%. В марте топливные компании произвели бензина на 5% меньше плана. В итоге цены на бензин и топлива опять начали расти, но пока не критичны. Однако с каждой неделей спрос на топливо будет повышаться из-за посевной кампании и сезонного увеличения автомобильных поездок. Эксперты полагают, что сокращение топливного производства все же может привести либо к дефициту топлива, либо к его заметному дорожению. А это значит, что это отразится на ценах практически всех товаров и продуктов. Тем паче, что и на мировых рынках ситуация проблемная. Цены на бензин, например, растут и в США. Американская автомобильная ассоциация опасается, что летом цены на бензин в Америке могут достичь 4 долларов за галлон, и это вызовет новый виток мировой инфляции. В пересчете на российские реалии это примерно 100 рублей за литр. В общем, с бензином в Америке тоже непорядок. В России начали разбираться с бюджетными проблемами регионов. Многие субъекты Российской Федерации закрывали дефицит своих бюджетов за счет бюджетных кредитов из федерального центра, и у многих накопились долги по этим кредитным выплатам. Теперь решено реструктурировать примерно 1,6 трлн рублей долгов регионов в центру. Президент Владимир Путин поручил списать около 2 третий таких долгов с тем, чтобы стимулировать регионы инвестировать в развитие инфраструктуры и финансировать местные госпроекты. Эксперты полагают, что если Минфину удастся успешно реструктурировать региональные долги, то вопрос о потенциальном банкротстве некоторых регионов, который время от времени поднимается, будет снят с повестки дня. Министерство экономического развития предлагает регионам направить средства, которые не придется возвращать центру, на создание инновационных технопарков. А Министерство финансов считает, что эти средства должны быть направлены прежде всего на обновление жилищно-коммунального хозяйства. В этом месте россияне верно задумаются, на что было бы правильнее направить эти деньги. Позиция Минфина на фоне Минэка выглядит, конечно, бесфантазийной и неромантичной. Но с учетом того, что минувшей зимой волна аварии отопления прошла по жилым домам, а не по технопаркам, все-таки логика Минфина выглядит как-то понятнее. Ближе к телу, как говорил мой пасон. Помимо регионов, под вопросом финансовой возможности российских домохозяйств. Эксперты высшей школы экономики заявили, что доля финансово неустойчивых семей в стране растет, и сейчас таковых 62%. Под финансово неустойчивыми понимаются семьи, у которых нет никаких сбережений или резервов, и которые тратят на погашение кредитов более 30% своего месячного дохода. За полгода число таких семей увеличилось на 10%. Каждая двадцатая российская семья тратит на кредиты более 30% своих заработков. Зато в стране зафиксирован рекордный рост продаж антидепрессантов. Ведомости со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group отмечают, что за первые 11 недель 2024 года россияне купили 3 миллиона 600 тысяч упаковок антидепрессантов на общую сумму около 3 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза выше, чем за такой же период было продано в прошлом году, и почти в два с половиной раза больше, чем в начале 2020 и 2021 годов. В общем, статистика довольно тревожная. Остается надеяться, что теплая весна и предстоящее лето вернут россиянам понимание того, что... Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Еще два экономических рекорда зафиксированы в России в эти дни. Ведомости, проанализировав сведения о госзакупках, отмечают, что госведомства увеличили закупки новых и поддержанных автомобилей. Ларчик, по мнению некоторых экспертов, открывается просто. Чиновники спешат успеть обзавестись иномарками до часа икс, когда казенно-коштных обяжут ездить на отечественных авто. Об этом много раз говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, и уже в прошлом году Дума начала закупать отечественные автомобили. А вот прочие ведомства не спешат с этим. Наоборот, усиленно доукомплектовывают свои автопарки недружественной техникой. В сентябре прошлого года президент России поручил правительству до 1 февраля доложить о мерах по пересадке чиновников на продукцию российского автопрома. Поручение зафиксировано в перечне поручений, опубликованных на официальном сайте президента России. В октябре появилось письмо Министерства промышленности и торговли России с перечнем автомобильных брендов, которые рекомендовано покупать для служебного транспорта чиновников. Рекомендации и обязанности разные вещи, но все же. В письме перечислены автомобили Lada, Moskvich, UAS, Evolute, Haval и Aorus. А вот так выглядят автомобильные рекомендации чиновникам на местном уровне 4 месяца спустя. Выясняется, что октябрьский перечень Минпромторга дополнен брендами Solers, Kaya, Bake, AmberAuto, SVM, Citroen и новой моделью Haval. Как видите, Lada и москвичи изрядно потеснены, а тема пересадки на отечественные авто как-то начинает тускнеть. Если, конечно, российские чиновники не считают отечеством Китай. Что же до доклада правительства, по которому был назначен дедлайн 1 февраля, то его следов ни на официальных, ни на публичных информационных ресурсах обнаружить не удалось. Еще один рекорд в сфере туризма. Резко растут вложения российских компаний в гостиничный сектор. Новые отели строят, старые покупают. Инвесторы рассчитывают на бум внутреннего туризма, справедливо предполагая, что россияне этим, да и следующим летом, поедут куда захотят. Да мы-то можем куда хотите, просто здесь хотеть больше некуда. Российский олигарх Олег Дерипаско опять выступил возмутителем спокойствия. Он назвал недальновидностью и непорядочностью подталкивать иностранные компании к уходу из России. Подталкивать зарубежные компании к продаже своих российских активов непорядочно, недальновидно и крайне вредно для экономики не только мировой, но и российской, сказал в комментарии журналу Forbes Дерипаско. Важно, чтобы те немногие западные инвесторы, которые еще работают в России, остались собственниками своих предприятий и смогли пережить эти трудные времена. Хорошая мысль, если только эти предприятия не производят антидепрессанты. Остается надеяться, что это действительно всего лишь трудные времена, которые можно пережить. Клиенты российских брокеров на днях получили извещение, что теперь можно подать заявку на обмен заблокированных инвестиционных активов на сумму до 100 тысяч рублей. Так что в ближайшее время будет наблюдаться некоторое оживление по этой части. Ожидается, что в понедельник, 1 апреля, подавшие заявки получат первые ответы. И это очень подходящая дата, поскольку 1 апреля день рождения инвестиционного проекта «Финверсия». Ну и всякое другое. В эти дни и заклятый друг многих инвесторов СПБ биржа напомнила о себе. Осенью на этой бирже из-за санкции было заблокировано на 3 миллиарда долларов активов частных российских инвесторов. Несколько месяцев по этому поводу стояла гробовая тишина. Теперь пресс-служба СПБ биржи сообщила, что биржа подумала-подумала и решила стать площадкой для IPO, попавших под санкции российских компаний. Санкционные компании будут размещать здесь свои акции, а оставшиеся в живых инвесторы смогут их покупать. Идея выглядит гармонично. Подсанкционные эмитенты на подсанкционной биржи для подсанкционных инвесторов. Это может войти в мировую историю биржевого рынка. Акции можно будет регистрировать в подсанкционном регистраторе. В общем, такая дружеская компания вырисовывается. До этого в январе СПБ биржа сообщала, что попытается переключить часть заблокированных активов в регистратор, который позволит работать с Гонконгской биржей. Но новая идея выглядит намного интереснее, а СПБ биржа имеет теперь полное право заявить. Малыш, со мной не соскучишься? С 27 марта по 1 апреля на канале Финверсия продолжится марафон программы «Тысяча и одна секунда об экономике». 1 апреля в 19.00 по Москве он финиширует прямым эфиром, на котором мы обсудим курсы рубля и доллара, прогнозы по инфляции и инвестициям, ситуацию на рынках нефти и газа, бюджет, успехи и провалы экономики. И будем отвечать на вопросы зрителей. Так что после небольшого перерыва программа «Тысяча и одна секунда об экономике» восполняет пробел. А то некоторые наши зрители решили, что программа постепенно угасает. Но это не так. С бандой Стампа покончено. Мы напомним о себе. На этом сегодня все. Ждем ваши лайки и дизлайки, комментарии и темы. Ссылки на другие выпуски проекта «Тысяча и одна секунда об экономике» в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал «Финверсия» и специальный канал «Тысяча и одна секунда об экономике» на платформе YouTube, а также на наши каналы на платформах Telegram и Dzen. И как всегда, рад видеть вас в числе подписчиков моей страницы ВКонтакте. До новых встреч!